Авторское право на ютубе. Можно ли добавлять фрагменты из чужих роликов в свои видео на ютубе? Привет! С вами на связи Юлия Измайлова, практик по продвижению онлайн и офлайн бизнеса через ютуб, основатель академии видеомаркетинга. И в данном ролике мы с вами разберем авторское право на ютубе и самый часто задаваемый вами вопрос, а можно ли добавлять фрагменты из чужих видео в свои собственные ролики на ютубе? Сегодня с этим разберемся. Но прежде чем мы начнем, обязательно рекомендую подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски о продвижении видео, о раскрутке канала и о профессии ютуб-маркетолог. Ну и конечно же, для самых быстрых прямо сейчас в правом верхнем углу скачивайте бесплатно мой отчет топ-5 способов заработать 100 тысяч на ютубе. Ну а мы продолжаем. Значит, что касается авторского права, можно ли использовать фрагменты из чужих видео в своем ролике? Ну на самом деле, конечно, нежелательно, но в принципе на основании добросовестного использования можно. О чем это я сейчас говорю? В принципе, вот если ваши вставки, да, фрагменты из чужих роликов будут не более 10 секунд, то да, можно. То есть важно, чтобы вот эти фрагменты, они были второстепенными, то есть они не имели главную роль в вашем ролике. Тогда да. Теперь по вопросу добросовестного использования. Я вам оставлю обязательно ссылку в описании на справку ютуба об авторском праве. И вот здесь есть часто задаваемые вопросы о добросовестном использовании. Давайте сейчас зайдем и почитаем, что же такое вообще добросовестное использование и какие есть примеры, и как вообще понять, добросовестно это использование или нет. Итак, добросовестное использование. Это юридическое понятие, согласно которому в некоторых ситуациях можно повторно использовать материалы, защищенные авторским правом, не получая специальное разрешение от правообладателя. И здесь вот по ссылке можно посмотреть примеры. На самом деле раньше их было три, сейчас мы видим всего два, да, то есть ютуб сейчас часто следит за правилами и меняет их. Обновлений очень много. Так вот, смотрите, когда же все-таки можно на основании добросовестного использования брать фрагменты из чужих роликов? Вот здесь в справке пишется, что сочетая короткие выдержки из разных источников, автор создает видео с новым смыслом, показывая эффект провокационных передач во время экономического кризиса. Такие работы, дающие новое значение исходным материалам, можно считать примером добросовестного использования. Здесь есть видеоролик, о чем речь, да, то есть вы его тогда самостоятельно посмотрите, вам будет понятно. То есть здесь используются разные фрагменты, но они идут с новым значением, дают новое значение исходным материалам. Есть еще один пример, вот здесь второе видео, новости, это еще одна сфера, в которой может задействовать принцип добросовестного использования. Для примера здесь взят ролик, посвященный ошибочному телевизионному репортажу и автор этого ролика включил в свой сюжет фрагмент исходного видео, чтобы показать зрителям, где именно была допущена ошибка. То есть здесь, да, тоже считается добросовестное использование. Ну и кроме того, вот здесь есть ниже 4 критерия добросовестного использования, да, то есть когда можно оценить, что это действительно оно. Ну, во-первых, это как и для чего используются материалы, например, в образовательных целях или для получения дохода. То есть изменен ли исходный замысел и содержание, или же контент просто скопирован. Вот. И здесь вот вы можете почитать, какова суть работы, защищенной авторским правом. Если исходный материал основан на общеизвестных фактах, а не является художественным вымыслом, то его использование в производной работе вполне может быть признано добросовестным. Третий пункт. Размер и значимость использованного фрагмента относительно всей работы, защищенной авторским правом. Да, вот то, о чем я вам говорила в начале, то, что если совсем небольшие фрагменты использовать, то да. То есть если взаимствован там буквально 10 секунд, то такое использование будет признан добросовестным. И четвертый пункт. Результат использования защищенных материалов для потенциального рынка или доходов правообладателя. То есть использование исходного произведения обычно не рассчитывается как добросовестное, если в результате правообладатель протелял прибыль. Да. То есть обязательно тоже ознакомьтесь с этими видео и с этими критериями. Вот. Но это, пожалуй, все, что я хотела вам сегодня рассказать из важных моментов по авторскому праву. Теперь вы знаете, можно ли использовать фрагменты чужих видео в своих роликах. Если видео было вам полезно, ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Забирайте мой отчет ТОП-5 способов заработать 100 тысяч рублей на Ютубе. И, конечно же, смотрите другие ролики, которые сейчас появились на экране. Ну а с вами была Юлия Измайлова. До встречи. Пока.